Девушки отдыхают Девушки отдыхают Если гость столицы услышит на свой невинный вопрос такой вот строгий ответ, можно не сомневаться. Перед ним студент Московской государственной консерватории имени Чайковского. Московская консерватория – самое известное музыкальное учебное заведение страны. Каждый год сюда пытаются поступить более двух тысяч абитуриентов. И те, кому это удается, считают, что сделали первый шаг к славе. Девушки отдыхают Здравствуйте! Здравствуйте! Здесь я нашел действительно бескраничные возможности для творческой реализации, для поиска, для какого-то выражения своего «я». Николай Попов – молодой композитор. Три года назад он окончил Московскую консерваторию, поступил в аспирантуру и работает теперь в Центре электроакустической музыки, который недавно здесь появился. Николай экспериментирует со звуками. Практически любой из них может стать материалом для очередной композиции. Сегодня он собирает звуки консерватории, чтобы потом создать из них новую, ни на что не похожую мелодию. Да, теперь смотри. Это тропа пизанта, получается. В консерватории восемь факультетов. Фортепианный, оркестровый, вокальный, композиторский, историко-теоретический, факультет исторического и современного исполнительского искусства, факультет симфонического и хорового дирижирования, а также факультет повышения квалификации. В общей сложности на них учатся около 1200 человек. Самый малочисленный – композиторский факультет. Его лекции и семинары посещают 44 человека. Почти в 10 раз больше студентов на оркестровом факультете. 437 будущих музыкантов. Это как минимум логично. Дар сочинять музыку дан не всем. К тому же, для того, чтобы сыграть произведение, написанное одним композитором, нужен целый оркестр. Метод обучения не изменен уже почти полтора столетия. Это ежедневное доверительное общение студента с преподавателем. Совместное приобщение к таинству звукоизвлечения. Любой наш студент, он, обучаясь у своего профессора, очень хорошо знает, а у кого учился сам его профессор. То есть, вот это и есть та фактически генетика вот такого уже высокого уровня мастерства, которая отличает, принципиально отличает вот нашу школу от зарубежной. Ну, это еще важно, конечно, найти связь со своим педагогом. Это на каком-то душевном уровне, духовном уровне, да? Тут очень сложно, на самом деле, сказать, сходится ли человек с педагогом. Бывает... Да, может ли он понять, что тебе хочет донести педагог? Не хватает, честно говоря, вот здесь пронзительной визгливости в правой руке. Чайковский, Шостакович, Кабалевский, Саткелава. Один только список людей, так или иначе прославивших Московскую консерваторию, вызывают у первокурсников приступы благоговения. Например, в этом классе преподавал Мстислав Ростропович. Поэтому многим кажется, что атмосфера здесь особенная. Мы перед дверью смотрим, вывеска Мстислав Ростропович. Боже мой, здесь, воу! Дошли. Заходим. Боже мой, здесь преподавала известная личность, музыкант. Впоследствии... Когда каждый день ты туда идёшь, ты уже не можешь это ощущать заново с таким... Ну, мне кажется, это просто невозможно. Это работа, это действительно наша работа. Сегодня в консерватории четыре зала. Малый, Рахманиновский, зал имени Мисковского и самый главный – Большой зал. Будучи студентом, сегодняшний ректор консерватории не раз прибегал к разным хитростям, чтобы попасть сюда на концерт. Можно было завернуться в портьеру, так сказать, и переждать после репетиции до концерта. Можно было где-то отсидеться в местах укромных. Ну, во всяком случае, для студенчества это всегда был такой, можно сказать, обычный пируэт. По замыслу главного архитектора Московского дворцового ведомства Василия Петровича Загорского, Большой зал консерватории должен был стать подлинным храмом музыки. В эту концепцию, как нельзя лучше, вписывается панно с изображением святой Цицилии, покровительницы церковной музыки. Именно ее видят музыканты со сцены перед тем, как двери в зал закрываются, и начинается концерт. Вот все фактически дышит вот этой историей. Это наш зал. Это, можно сказать, наш главный профессор, потому что, в отличие от филармонии, мы не берем готовых звезд, а мы их готовим сами. То есть фактически вот сосозревание артиста, оно происходит с высшей целью выхода на эту сцену. Витраж с изображением святой Цицилии был установлен в Большом зале в 1901 году, но не пережил бомбежек Москвы осенью 1941. Одно время осколки лежали на складе, потом и вовсе исчезли. Витраж вернулся лишь в 2011 году, после реставрации Большого зала. Но самое важное здесь, конечно, не интерьер и не элементы декора, а уникальная акустика, которая признана национальным достоянием страны. Акустика зала зависит от многих параметров. Один из самых существенных – его размеры и пропорции. Также важны материалы, из которых сделаны полы, потолок, мебель. Очень важны кресла. Их много, они занимают практически всю площадь портера. Старые кресла в количестве 12 штук были испытаны в большой реабилитационной камере и померено их звукопоглощение. То есть сколько поглощает одно кресло? А новые кресла, также 12 штук, были измерены в этой же камере. И когда увидели, что есть существенная разница, то стали с этим бороться. То есть приходить к тому, чтобы старые и новые кресла были идентичны. Для того, чтобы сверять акустические показатели, был создан макет большого зала. Это точная копия, которая в мельчайших деталях воспроизводит его акустические характеристики. Сейчас макет герметично закрыт, и открывать его не рекомендуется. Мы должны оставить как бы слепок старой акустики для будущего. Через 30, 50, 100 лет, я не знаю, может быть, всё что угодно, но у нас должен быть вот этот слепок. Анатолий Лившиц следил за акустикой зала во время реставрации. И теперь каждые полгода проверяет, не изменились ли показатели. Для этого на сцене устанавливают систему в форме ДДК-эдро. Так звук будет распределяться равномерно по всему залу. Анатолий с помощью микрофона тестирует звучание поочерёдно в 24 точках. Так, Антон, третий ряд. Третий ряд. 27 место. Готов. Этот звук называется «свип», что переводится как «свист». Он наилучшим образом подходит для проверки акустики помещений. И хотя услышать его в консерватории можно всего два раза в год, Николай решил, что и эта нота пригодится при создании его музыкальной композиции. Результат сегодняшней проверки немного отличается от того, что был сразу после реконструкции. Это нормально. За два года по полу прошли миллионы ног, и он немного изменил свою жёсткость. Но на восприятие звука посетителями это не повлияет. Акустическая обстановка в зале, видно по нашим измерениям, которые мы проводим раз в полгода, стабилизировалась. И будет долгие годы радовать музыкантов и слушателей. А молодого композитора Николая Попова радует решительно любая акустика. Он вообще убеждён, что красивых и некрасивых звуков в природе не существует. Иногда даже отвратительный скрежет может стать хорошим материалом для работы. У меня пьеса есть, которая состоит из записи пресса, который сдавливает металл. Сопротивление металлу. То есть это же тоже его жизнь, когда он не сразу гнётся под этим прессом, сопротивляясь. Он издаёт какие-то звуки. В небольшом звучании, если его разжать, можно увидеть целую жизнь. Скоро особенная акустика будет не только в залах консерватории, но и в учебных классах. Уже разрабатывается план их реконструкции. А пока самое востребованное в консерватории репетиционное помещение – мужской туалет. Постоянное звучание духовых инструментов в этом месте давно никого не удивляет. Это единственное место, откуда их не выгоняют. Это же очень громкие инструменты. Если, представляете, выйдет человек и будет играть в коридоре на трубе. Естественно, он будет всем мешать. Студент консерватории должен играть всегда. Музицирующих учеников можно встретить на лестнице, у окна и в других укромных уголках учебных корпусов. На первый взгляд может показаться, что им это нравится – играть постоянно. Но это далеко не так. Когда мы учим какие-то произведения, и когда ты дошел уже до кондиции, что ты ненавидишь его, ты не можешь его видеть, вот тогда это самое лучшее исполнение. Этим музыкантам не приходилось часами учить партитурой. Многие из них не имеют формального музыкального образования. Они осваивали тонкости исполнительского мастерства под руководством наставника. Но это не помешало им достичь в искусстве настоящих высот и заслужить право выступать в Большом зале Московской консерватории. Хотя эти инструменты привычнее было бы услышать не здесь, а в домашних условиях, на празднике в большой иранской семье. Каманче, Сантур, Тар, Ут, Томбак. Все эти национальные иранские инструменты сегодня прозвучат в сопровождении симфонического оркестра Анкары. В нашей музыке есть послание, которое мы хотим представить для русского слушателя. В частности, это как бы показать многотысячелетнюю музыкальную традицию Ирана. Уже больше 30 лет в консерватории существует Центр музыкальной культуры мира. В последнее время активно развивается иранское направление. Хосейн Нуршарк не только организатор сегодняшнего выступления, но и солист. А роль певца в иранской музыке не так проста, как кажется. Партия певца здесь только частично прописана в песенных моментах. Там, где звучит «Аваз», у певца пустая строка. Знание традиции дает возможность исполнителю уходить в мир абсолютного полета. Состояние, которое сродни откровению. Позволите, я пару звуков запишу. Считается, что в мире нет двух одинаковых органов. Каждый из них – произведение искусства, выполненное в единственном экземпляре. Этот инструмент попал в Московскую консерваторию в 2002 году из Цюриха, где стоял в католическом храме. Теперь он звучит в зале Московского. Или, как его еще называют, «белом зале». Самая главная особенность органа, что вообще он может моделировать звуки, которые не существуют ни у каких других инструментов, скажем, симфонического оркестра. То есть в каком-то смысле это даже прообраз современных синтезаторов. Чтобы стать органистом, нужно обладать хорошей координацией. Ведь на этом инструменте играют не только руками, но и ногами. Впрочем, иногда музыканту все равно не хватает собственных конечностей. Органные концерты обычно проходят в малом зале. Они очень востребованы публикой, но бывают нечасто. Ведь органист – достаточно редкая специальность. Несмотря на то, что каждый год ее выбирают около 50 студентов, до диплома доходят 5-6 человек. И дело не в сложности инструмента, а в том, что после окончания обучения музыкантам просто негде работать и не на чем играть. Самый большой по территории стране мира – всего 122 органа. Наконец-то закончилась наша запись. Все звуки получены. Я думаю, что из них мы сможем отобрать какой-то материал, чтобы сделать какую-то композицию, где звучала бы наша консерватория в новом электроакустическом качестве. Еще сравнительно недавно Николай Попов смотрел на музыку иначе. Вполне традиционно. В детстве и юности играл на баяне. А поступая в консерваторию, был искренним поклонником одного из самых знаменитых ее преподавателей. В то время я был абсолютно влюблен в музыку Шостаковича. Изучая любой материал, любое направление творчества любого автора, ты досконально погружаешься в его шкуру, если можно так выразиться, и понимаешь все, каким образом это сделано. С компьютерами и другими аппаратами я нашел то, что в принципе, наверное, ищет каждый композитор-то новый тембр. Три, четыре, пять. Раз, два. Центр электроакустической музыки, в котором работает композитор Николай Попов, нередко сотрудничает с коллективами консерватории, записывает их, а затем придаёт им новое звучание. Один из самых частых гостей – студия новой музыки. 20 лет назад её основали композитор Владимир Тарнопольский и дирижёр Игорь Дронов. В основном этот ансамбль играет музыку молодых композиторов. Мне кажется, что наиболее важным здесь является то, что мы новые композиторские идеи реализуем в звучании. Студия новой музыки активно использует современные технологии. Например, сейчас ансамбль готовится к концерту, где наряду с обычными музыкальными инструментами прозвучит и электронное составляющее произведения, состоящее из синтетических звуков. А на три огромных экрана будет проецироваться видеоинсталляция. Далеко не каждый современный слушатель способен понять и по достоинству оценить такое искусство. Но создателей студии новой музыки это не смущает. Они играют заведомо не для всех. Я вообще считаю, что любое серьёзное искусство, чтобы его адекватно использовать, нужно обязательно иметь некую такую предподготовку. Несмотря на то, что музыка, мягко говоря, необычная, выступления студии всегда проходят при полном зале. В консерватории их чаще всего можно услышать в Рахманиновском. Эксперимент Николая Попова завершён. Отдельные разрозненные звуки, собранные в консерватории, превратились в музыку. Что же получилось в итоге? Трек готов, собственно, композиция существует. Я доволен своим результатом. Не знаю, будем ждать каких-то других мнений. Субтитры создавал DimaTorzok Жизнь огромного учебного заведения в одной композиции – это своеобразная благодарность Николая за годы обучения и успешную карьеру, которую он продолжает в стенах консерватории. Но всегда ли жизнь выпускников складывается так удачно? Куда отправляются тысячи музыкантов, получившие диплом? Как показывает практика, легче всего устроиться оркестрантам. Самые известные оркестры набирают музыкантов именно в консерватории. Труднее пианистам. В оркестре их не ждут. А значит, они могут попытаться сделать карьеру солиста или стать концертмейстерами. А композиторам и вовсе не позавидуешь. Сегодня мы видели такую картину. Вот подошла девушка и пнула ногой свой инструмент. И ее однокурсница спросила, что же ты делаешь? Это же инструмент, как же ты можешь? Она говорит, все будет на полке стоять. Вот поэтому мы, в общем-то, заложники и рабы того, что нам Господь дал. То есть там кому голос, кому кто-то на пианино очень хорошо играет. И все же, несмотря на все предстоящие трудности, даже самые прагматичные студенты все-таки мечтают о том, что именно их имена когда-нибудь войдут в историю Московской консерватории. Субтитры создавал DimaTorzok